Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 15 февраля, среда. Как всегда, последние важнейшие новости. По сведениям из OSINT, я вам напомню, что это разведывательная информация из открытых источников. Появился такой термин в последнее время в добавке к HUMAN INT, или агентурная разведка, SIGINT, сигнальная или электронная разведка. Теперь полный рост использует термин OSINT. Но я вам раньше рассказывал, еще в начале открытия своего канала, что в разведывательной информации зачастую и, как правило, информация от открытых источников составляет, ну, примерно, грубо говоря, около 50% всей информации. Только 20% – это вот секретная из суперисточников, которая позволяет соединить точки над «и» и получить полновесную секретную информацию. Но даже при помощи открытой информации можно получить потрясающие разведывательные данные. Просто как-нибудь я поговорю с вами на эту тему. То есть, это целое ремесло, которое начинается с того, как нужно получать информацию. Затем, как ее нужно анализировать, обрабатывать, как писать сообщения и так далее. Но сегодня буду краток по этому поводу. Из информации, информация OSINT свидетельствует о том, что в сторону Украины движется не менее 350 единиц боевой техники, в том числе бронированной техники, которая должна успеть прибыть на территорию Украины к началу контрнаступления. Или же это наступление Российской Федерации, или контрнаступление ВСУ. В эти же дни был проведен опрос Центром исследования общественных отношений Associated Press, одна из крупнейших в мире телеграфных агентств, согласно которому 48% респондентов выступают в США, выступают за то, чтобы США предоставили Украине оружие, которое необходимо ей. В мае 2022 года за это выступало 60%. То есть сокращение или падение поддержки пользу поставки Украине оружия составило 18%. Это плохие новости. Хорошие новости, что 29% взрослых американцев выступают за прекращение помощи. Все-таки 48% за, 29% против. Ну, такое пока уверенное, уверенный плюс, скажем так. Остальные, 22% не имеют своей позиции по этому вопросу. По вопросу предоставления Украине прямых финансовых средств, мнения американцев разделились примерно 50 на 50. 37% за финансовую помощь, 38% против оказания финансовой помощи. Ну и заключение агентства по этому поводу. Звучит так. Финансовая и военная поддержка Украины постепенно становится все более спорной, поскольку крайне правые политики, также аналитики, обозреватели критикуют позицию администрации Байдена, а некоторые проявляют симпатию к президенту России Владимиру Путину. И мы знаем этих людей. Это, прежде всего, трамписты. Это мага в Конгрессе, которых не так уже много, но так сложилась расстановка сил, что это меньшинство, значительное меньшинство, скрутило в бараний рог спикера Палаты представителей, а вместе с ним и республиканское большинство. И с этим надо жить. С этим надо что-то делать. Причем нужно делать сейчас, активно, для того, чтобы воспрепятствовать дальнейшему развитию этой тенденции. И в этой связи я как-то так вот сегодня мне прислали, и я был очень расстроен указом президента Украины номер 80-2023, то есть этого года, о присвоении почетного наименования отдельной горно-штурмовой бригаде сухопотных войск вооруженных сил Украины. И этой бригаде присвоено звание Эдельвейс. Ну, я не знаю, конечно, я сомневаюсь, что президент Зеленский лично придумал это название, но вот тот, кто придумал, я не знаю, то есть это вот так как раз грань, это где-то на грани стирания между убийственным головотяпством и подрывной акцией. Но если кто не знает, я напомню, что Эдельвейс – это было название горно-штурмовой бригады элитной в войсках Третьего рейха. Это была одна из любимых бригад, вернее, это была дивизия, одна из любимых дивизий Гитлера. И вот у меня вопрос, ну неужели в богатом украинском языке мало слов для того, чтобы достойных, чтобы присвоить хорошей, замечательной бригаде ВСУ нормальное героическое название. Зачем надо вот в условиях, когда одна из причин, по которой Мордор и Кровавый Карли кричат, они напали на Украину, это деноцификация, зачем же вот такое название давать хорошей, храброй украинской горно-штурмовой бригаде? Если так дальше пойдет, ну тогда, ну что надо? Надо тогда ждать переименования сил специальных операций Украины, ну скажем, в дивизию Бранденбург-800. А когда подойдут леопарды, то можно сформировать из них дивизию Мёртвая голова. Ну, я не знаю, то есть это не то, что на грани фола, это на грани идиотизма, который граничит с преступлением. Единственное, я думаю, что единственным оправданием и шагом, который бы надо сделать сейчас президенту, это уволить того в офисе президента, которому руководит, напомню, Ермак, который вот это придумал и посоветовал. Потому что было уже дело, когда в Конгрессе российская агентура инспирировала слушание по поводу полка Азов. Это было после 2014 года, где они там искали наколки разные, искали сходство на колках бойцов Азова с какой-то там нацистской символикой. Ну, а теперь прямо название. Горноштурмовая бригада, там горноштурмовая дивизия, там и Дельвейс, и здесь и Дельвейс. Ну, ребята, ну выйдите пулю из головы наконец-то, сколько ж можно в песочнице играться. Детский сад какой-то. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на дискуссию, которая потрясает сейчас Вашингтон со вчерашнего дня. И вы находились в истоке этой дискуссии, потому что вчера я вам рассказал, вернее как, в своем обзоре я упомянул статью, которая была опубликована в Вашингтон-Пост. И согласно этой статье наступил решительный момент, и надо побеждать желательно в этом году, поскольку там опять вот эти республиканцы, мага, о которых только что я вам еще рассказал со ссылкой на Associated Press, нужно побеждать для того, чтобы заключить на благоприятных условиях договор с Мордором. Ну так, обходя острые углы и останавливаясь на основных положениях. А острые углы там заключались в некоторых панических и крайне глупых высказываниях, которые, ну в общем, это было выворачивание наизнанку, изнутри, что думают разные фракции в администрации Байдена по поводу того, как должны развиваться боевые действия дальше в Украине. И что они хотят, и что они считают возможным или невозможным, ну то есть, ну прямо разведывательное донесение для Кремля. И это вызвало бурю возмущения и комментариев. Ну, я вам сейчас расскажу, чтобы вы понимали, что происходит. Хочу сразу сказать, что... Ну, лучше бы, конечно, эта статья не появлялась вообще, но то, что она появилась, может, есть и плюсы. Плюсы заключаются в том, что определились те, кто виновен в этом нытье, и администрация в результате была поставлена, так сказать, в ситуацию, когда валять дурака вот этим группировкам или группы нытиков больше уже как-то нельзя, не получится. То есть, хорошо, что они сами себя разоблачили, и что их пришпилили, так сказать, к стенке, и свобода у них маневра теперь крайне ограничена. Итак, сейчас пройдусь по статье, а потом по основным положениям, а потом прокомментирую вам, каким образом на это ответили. Статья. Наступил критический момент. Надо добиваться вооруженным силам Украины максимальной победы, максимальных успехов и освобождение территории. Для этого администрация Соединенных Штатов готова сейчас и предоставляет помощь больше, чем когда-либо. И это, прежде всего, связано с тем, что многие консерваторы в Палате представителей, возглаваемые республиканцами, поклялись вернуть поддержку в долгосрочный, а долгосрочные аппетиты Европы в отношении финансирования военных действий, остаются неясными. И тут цитируется представитель администрации. То есть, идет слив. Статья написана на основе сливов информации, идущей от видных, ведущих, я бы сказал, членов администрации Байдена. Вот один говорит, запомните, потому что на эту фразу будет дальше ответ. Мы будем продолжать пытаться внушить им, то есть, украинцам, что мы не можем делать все и всегда. Короче говоря, что мы не можем оказывать помощь безразмерную и бесконечную. Сказал один высокопоставленный представитель администрации, обращаясь к лидерам Украины. Администрация очень твердо убеждена, что будет трудно продолжать получать от Конгресса прежний уровень безопасности, то есть, помощь в области безопасности, а также экономической помощи. Дальше. Администрация Байдена будет продолжать запрашивать столько средств, сколько, по ее мнению, необходимо Украине, как она делала это и раньше. Но нет никаких гарантий, что это будет происходить, что результат будет такой же, как и раньше, когда Конгресс, обе палаты контролировался демократами. Победа республиканцев в палате представителей меняет кардинально все. Мы знаем с вами прекрасно. То есть, это пока еще не откровение. Откровение, вот это было то, что я вам сказал. Мы не можем делать все и всегда. Ну, дальше. Дальше говорится о том, что момент очень важный и для того, чтобы помочь поразъяснить значимость этого момента. Целая делегация сейчас двинулась из Соединенных Штатов в Европу на различные конференции. Там и вице-президент Харрис, там и Тони Блинкин, там же и министр или секретарь по национальной безопасности Майоркас и так далее. Администрация работает сейчас с Конгрессом над 10-миллиардным пакетом помощи, финансовой помощи для финансовой и экономической помощи для поддержки украинской экономики. Ну, а также будет озвучен, ожидается на следующей неделе, еще один крупный пакет военной помощи. Все вроде бы нормально. Но администрация, некоторые представители настолько взволнованы, что, цитирую статью, критический характер следующих нескольких месяцев уже был доведен или донесен до Киева в резких, в резких выражениях высокопоставленными чиновниками Байдена, которые в январе посетили Киев. И среди них заместитель госсекретаря Венди Шерман, затем заместитель министра обороны Колин Кол, а также заместитель Салливана по национальной безопасности Джон Файнер. В резких выражениях. Но, видимо, так напугали, что тут же через некоторое время разразился скандал скандал с золотыми яйцами. Или же так получается, что некоторых представителей украинского руководства резкие выражения не пугают. Выслушали, утерлись, а потом бизнес из южил. В чем же проблемы-то? Что вот помимо той фразы, что еще, значит, взбудоражило общественность американскую в Вашингтоне, ну, прежде всего, аналитиков, обозревателей, журналистов, но самое главное, серьезных, глубоких аналитиков. Это откровение, ссылки на американское разведывательное сообщество и его оценки нынешней ситуации на поле боя в Украине и перспектив. В статье говорится, аналитики предупреждают, что ни Россия, не Украина во возревом будущем, скорее всего, не получат решающего военного преимущества. Ну, вот, на кой черт вот это описать? Зачем это сообщать? Ну, это как разведывательное сообщение в Кремль. Я просто развожу руки и ответа, ну, будет ответ, будет нам ответ на это. Ну, просто фраза просто граничит с идиотизмом. Идиотизм это явление интернациональное, я в этом абсолютно уверен. И этнические, разница этническая, разница государственная, не имеет здесь никакого значения. Универсальное явление. Дальше, значит, статья говорит, Байден и его помощники говорят, что полным решимости поддерживать Украину как можно дольше, как можно полнее, но предупреждают, что политический путь становится все более трудным. И как только Украина исчерпает текущий пакет помощи, мы об этом с вами говорили, знаем, мы в курсе дела, нас не надо этим пугать, а это может произойти в конце этого лета, то будет труднее получать. Окей, мы это зафиксировали, мы это знаем. Некоторые западные лидеры высказывают сомнения по поводу отправки некоторых видов тяжелого вооружения в Украину, это мы тоже знаем. Так, что же еще, какие еще проблемы? Вот еще одна разведывательная информация, с моей точки зрения, для Кремля. Публичная демонстрация единства внутри Соединенных Штатов, внутри администрации, а также в рамках НАТО. скрывает скрытую напряженность в вопросе о том, как Украина должна сосредоточить свои ресурсы в ближайшее время, то есть, что она должна делать. И тут опять, тут опять разведывательное сообщество, и это гражданская разведка, типа ЦРУ, и военная. Значит, некоторые аналитики разведсообщества считают, что ВСУ не стоит держаться за Бахмут, потому что Бахмут, мы с вами это обсуждали, слышали это еще до этой статьи, до этих аналитиков, что американцы в целом считают, что это, ну, как для Путина, как тотем, навязчивая идея. Он считает, что это надо взять ценой любых потерь, там положили уже тысячи, если не десяток тысяч бойцов и уголовников из Вагнера, но Путин решил, что его надо взять. А на самом деле, его значение по оценке тем же американцев в стратегическом плане, ну, практически равна, ну, близка к нулю. То есть, они бы считали необходимым отвести войска Украины из Бахмута, отдать его противнику временно, таким образом, сохранив живую силу, потому что это важнее сейчас жизни людей бойцов ВСУ дороже, чем территория, потому что сохранив жизни, потом территорию можно взять обратно, а вот если их потерять, то тоже будет вопрос проблематичный, а тут, значит, вот американцы считают, что надо бы его взять для того, чтобы подготовиться к контрнаступлению, потому что и держать Бахмут, и готовиться к контрнаступлению, очень сложно, практически невозможно, а вот украинское руководство считает, что надо биться за Бахмут до конца, но опять-таки, какие проблемы, я вот считал и британских аналитиков, которые считают, что надо бы удержать Бахмут, а не вставлять его, потому что потом придется его брать еще более, с помощью еще большего кровопролития, еще больших потерь, поэтому вопрос достаточно спорный, и стоит ли на него заострять внимание, вот в чем-то вопрос. Ну и общая позиция по Бахмуту, официальные лица США уважают позицию президента Зеленского, о том, что его надо отстаивать, окей, но не выражают опасения, что отстаивая Бахмут, Украина как бы следует фарватере вооруженных сил Российской Федерации, то есть теперь куда только они не направят россияне свой удар, туда же должны реагировать и направлять свои силы в СУ, это американцы считают неправильным, то есть нужно готовиться к самостоятельности, нужно готовиться к тем, чтобы перехватить инициативу, а не тем, чтобы отдавать инициативу россиянам и следовать за их ходами по шахматной доске. Почему американцы вот так озаботились Бахмутом, потому что по их мнению, вот один из чиновников говорит, мы считаем, что им, то есть украинцам, нужно достаточно времени, чтобы они могли воспользоваться тем, что мы предоставили в виде вооружений и обучения, то есть по их мнению надо забыть про Бахмут, отвести войска и сконцентрироваться на формировании вот этих восьми новых бригад и освоение новой техники, которая пришла для того, чтобы потом нанести удар. Они теряют свою силу в районе Бахмута. Ну, окей, тоже вопрос локальный, но стоит ли это того, чтобы писать эту статью, которой высказывается колебания и какие-то разногласия различных фракций, если их так можно назвать, лагерей внутри администрации по этому поводу. Это совершенно не нужно. Абсолютно. Затем вопрос по поводу Крыма. Президент Зеленский, как здесь пишется, неоднократно сплачивал свою страну в поддержку военной кампании по возвращению всей оккупированной России Украины, включая Крым. Однако представители американской разведки пришли к выводу, что отвоевание сильно укрепленного полуострова сейчас не под силу украинской армии. Об этом сообщили знакомые с этим вопросом чиновники. Эта отрезвляющая оценка была повторена в нескольких комитетах на Капитолийском холме в течение последних нескольких недель. Таким образом, стратегический вывод главный, они узрели, что в руководстве Украины возникло несоответствие в их понимании ситуации, возникло несоответствие между целями, которыми они задекларировали и хотят достичь, и теми возможностями, которыми обладает ВСУ и Украина в целом. И что вот это несоответствие может привести к ситуации, когда конфликт, он не называет здесь конфликт или война, в Украине будет продолжаться бесконечно долго, а это будет ложиться сильным бременем на Запад. Это в финансовом плане, в экономическом плане и в финансовом плане, то есть и в военном плане, потому что ну уже вы знаете, мы об этом с вами говорили, что поставка различных систем вооружения в Украину в достаточно большом количестве, оно слишком в значительной степени опустошило склады Пентагона и Министерства обороны других стран и прежде всего в плане амуниции, то есть боеприпасов. На этом фоне продолжается статье помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий, который состоит в следующем. дать Украине возможность отвоевать как можно больше территорий в ближайшее время, а потом садиться с Путиным за стол переговоров. Но мы с вами неоднократно обсуждали эту формулировку, другие говорили, нормальная формулировка, правильно, в чем же дело? И дальше этим усилием будет способствовать приток ракет Патриот, пусковых астрономок Харморс, бронированной техники, танков, тоже все хорошо, но скептики опасаются, что время не на стороне Украины, поскольку Россия перебрасывает на поле боя сотни тысяч новых войск, включая осужденных в преддверии ожидаемого весеннего наступления. И дальше вот эти скептики. Неясно, чем все это закончится. Закончится ли это урегулированием путем переговоров, будет ли оно просто затяжным, и мы увидим некоторую версию замороженных конфликтов, которые мы наблюдаем в других странах. Сейчас это тот месседж, который якобы посылает администрация Байдена в Украине, украинскому руководству. Сейчас у вас есть достаточная поддержка, и украинцы готовы воевать. Поэтому есть сильная логика в том, чтобы поставить Украине как можно больше оружия, чтобы она добилась как можно скорее успехов. Но как долго вы сможете продолжать это делать, то есть поставлять максимальное количество оружия? Вопрос открытый. Вот такая вот статья, которая вызвала здесь взрыв среди представителей экспертного сообщества сторонников Украины. И возглавлив этот взрыв, что ли, эту компанию ответа, решительного ответа на эту статью вообще на Вашингтон-Пост. Элиот Коэн, профессор университета Джорджия Хопкинса, очень известное учебное заведение здесь, и там есть политический центр, который называется SAIS, а также он профессор Центра Международных и Стратегических Исследований. То есть так вот по своей квалификации и по своему экспертному значению и стоимости, я бы сказал, он значительно выше любого члена администрации Байдена, Которая заседает в Белом Доме. То есть он по сравнению с ними как небо и земля. И вот он разразился в письменном виде ответами в Твиттере, где разгромил автора в этой статье и администрацию пух и прах. Ну, прежде всего, в комментариях к его в комментариях к его комментариям. Стало понятно, что эта вся статья была основана на утечках от помощника Байдена по национальной безопасности Салливана. Вот это тот, о котором вы наверняка много слышали, которого в различное время называли но не то, что ставленником, но человеком, на который Кремль возлагает большие надежды, то есть позиция, которая в администрации импонирует Кремлю. Ну, а те люди, которые его знают, мне говорили, что он не столько там, нельзя его назвать, что он сторонник России, просто у него такая концепция, что самое главное в Америке враг это Китай, вот надо не в общем внимании сконцентрировать, а Россия это второй вопрос, поэтому надо отложить это в долгий ящик, урегулировать весь этот конфликт и так далее. Он, он кажется, не понимает, что если Россия победит так или иначе в Украине, то решать вопрос с Соединенными Штатами, Соединенным Штатом, с Китаем, американцам придется и с Китаем, и с Россией одновременно, что, в общем-то, совершенно глупая ситуация. Итак, зафиксировали, что это утечку дал не самый большой, скажем так, сторонник, и не самый решительный сторонник Украины в администрации Байдена. Затем, вот что пишет в своих комментариях профессор Эллиот Коэн, он цитирует вот ту фразу, на которую я обратил ваше внимание, где представитель администрации как бы говорит в отношении украинцев. Мы будем продолжать внушать им, то есть украинцам, что мы не можем делать все и всегда. Комментарий профессора. Кто бы из высокопоставленных чиновников не сказал эту фразу журналисту, он либо совершает грубую стратегическую ошибку, либо делает что-то еще хуже. Вот тут грань, да, между идиотизмом и изменно или назовите как угодно. Кстати, то же самое я формулу применил, когда я вам говорил насчет присвоения звания Эдельвейс бригаде украинских ВСУ. И дальше пишет Коэн, нельзя большими буквами телеграфировать всему миру и прежде всего русским о том, что вы готовитесь подставить союзника, который от вас полностью зависит. Не надо ныть и не надо оправдываться, что в Конгрессе растет или возникает противодействие вашим намерениям, планам, программам. Конгрессу надо доказывать президент Белый дом вместо того, чтобы ныть, должен убеждать Конгресс в том, что то, что делает администрация, это правильно, и надо продолжать эту помощь, ну и потом использовать ситуацию. Республиканцы же кричали до ноября месяца, что Белый дом мало помогает, то теперь надо у них спросить, а как же теперь вы совсем собираетесь прекратить помощь. А тут еще закон о Ледлизе, который они же писали в частности, это там, где за деньги, но не хотите давать бесплатно на Украине, давайте теперь за Ледлизом займемся. То есть, короче говоря, вариантов тьма, ну не тьма, но много вариантов, надо работать с Конгрессом, согласно логике профессора Коэна, а не ныть, причем ныть открыто на весь мир. Не надо жаловаться на то, что не хватает там боеприпасов, что истощается запасы боеприпасов Пентагона, у вас в распоряжении есть закон об оборонном производстве, который вы до сих пор не применили. И надо его, вместо того, чтобы ныть, надо использовать этот закон, чтобы самыми быстрыми темпами нарастить производство снарядов. Что-то делается, мы с вами говорили и так далее, но профессор чуть ли не в бешенстве отвечает вот на эту статью таким образом. И кроме того, не надо там обвинять союзника в том, что непонятно, какая сейчас ситуация на фронте, как бы так она заморозилась и независимо, чем это закончилось. Не надо на него это сваливать. Если вы медлили с предоставлением того оружия, которое ему необходимо, вы не смогли предугадать потребности ВСУ, которое сложится на поле боя, и прежде всего отказывали ему долгое время и продолжаете отказывать в ракетах Атакам для начала, которые смогли бы ему, которые смогли бы помочь союзнику победить быстрее и решительнее. Ну и дальше по поводу экспертов, которые давали интервью этой статьи, надо учитывать, что это те же самые эксперты, которые сейчас говорят о том, что Россия сотни тысяч вот сейчас мобилизует и бросит на фронт Украины и все пропало. Так вот, это те же самые эксперты, которые в феврале прошлого года говорили о том, что ВСУ продержится, Украина продержится не больше недели. Так что не надо поднимать панику сейчас на основании их новых изречений. И стратегический вывод профессора Коэна. Попытка навязать Украине сделку с Россией, которая усиливала бы потери Украины, те, которые она уже понесла до февраля этого года, я комментирую, как я понимаю эту фразу, была бы не просто аморальной, это был бы акт стратегической имбецильности. Я не знаю, есть ли в украинском или русском языке эквивалент слову имбецильность, но это можно перевести как идиотизм, так, по-простому. То есть, вот профессор назвал статью проявлением, вернее, статьи статью как статья о возможной стратегическом идиотизме, который может совершить администрация Байдена, и вот из этого и надо исходить. Вот, когда я бы сказал в начале этого видео, перед тем, как приступил к этой статье, что в каждом плохом явлении есть что-то хорошее. Хорошее то, что вот эта фракция или эта группа во главе с Салливаном, она себя раскрыла, разоблачила, поставила под огонь критики. Профессор Коэн, это я вам скажу, это величина, как в свое время, помните, у Ильфа и Петрова, Пуэнкаре, да, это величина. Так вот, сейчас ей был дан ответ или отлуп, говоря словами деда Щукаря, ей было объяснено в самых резких выражениях то, что та позиция, которую она занимает, как она будет трактоваться, если они ее не изменят, это будет стратегический идиотизм. Ну, и теперь, значит, остается просто им затаиться или изменить свою позицию, потому что, если они дальше будут продолжать эту линию, то вот так оно и будет, это будут стратегические имбецилы, и с этим они и войдут в историю. Профессор получил, его позиция получила широчайшую поддержку в твиттерном сообществе. И вот один из твиттеров, я сейчас пройдусь по некоторым твиттерам, там все приличные люди, все аналитики общаются с профессором. Некий Эван Хоффман пишет, это кажется таким очевидным, но зачем объявлять врагу ситуацию, чтобы он понял, зачем ему давать информацию, на основании которой он может просто сидеть и ждать, когда свершится то, о чем чистосердечно рассказывают источники этой статьи. Правда, есть такой умный человек, который высказал такое предположение, но дай Бог, чтобы это было правда. Это может быть ложным нарративом, чтобы обмануть Россию и придать ей ложное чувство безопасности, чтобы она думала, что одержит решительную победу и в результате станет более небрежной и тут-то мы ее и прихлопнем. Дальше, значит, похоже, что эта команда адвокатов Салливана снова сливает информацию в СМИ. Салливан хотел ограничить поставки оружия в Украину, чтобы добиться замораживания конфликта, при котором ни одна из сторон не сможет продвинуться вперед. Еще один тезис. То, что написала Вашингтон пост, это откровенная ложь. Проблема, которую мы имеем в Соединенных Штатах, заключается в том, что республиканцы поддерживают Путина. Этому нужно положить конец. Ну и дальше. Дальше профессор Коэн мобилизовал своих лучших аналитиков в Центре Международных и Стратегических Исследований, которые изложили свое ведение на то, к чему идет развитие войны в Украине и к чему она, скорее всего, приведет в ближайшее время. Кстати, прежде чем я перейду к этому комментариям научных сотрудников Центра Стратегических Международных Исследований, хочу обратить внимание, что тут же госсекретарь Блинкин дал интервью общественному радио Соединенных Штатов в Америке очень уважаемый ресурс, это был его косвенный, но ответ на эту статью. Вот что он сказал. Он говорит, мы не можем никаким никоим образом поддержать точку зрения, согласно которой Украина может пойти на какие-то уступки в России, прежде всего в территориальном вопросе. Если мы это сделаем, если мы ратифицируем захват Земли агрессором и скажем, что это нормально, если мы скажем агрессору, что это все нормально, вы можете войти, взять силой чужую Землю, удержать ее, это откроет ящик Пандоры по всему миру для будущих агрессоров, которые скажут, ну мы сделаем то же самое, что сделал вот этот раньше, и рассчитывают, что это им сойдет с рук, то есть этого нельзя делать никоим образом, никто не хочет мира больше и быстрее, чем украинский народ, потому что он страдает от этой агрессии, но это также должен быть справедливый мир и прочный мир, а это должен быть мир, который отражает принципы устава организации объединенных наций, один из главных из них это территориальная целостность государств, территориальная целостность Украины, вот так Тони Блинкен изложил свою позицию, она абсолютно правильная, потому что опирается с моральной точки зрения, она понятна американцам и вообще гражданам западных государств, и она соответствует международному праву. Ну, а теперь, теперь, что говорит по этому поводу Центр стратегических международных исследований в целом. Тот же Эллиот Коэн в этом разговорном штурме, который был предпринят по этому поводу, сказал, написал так, результатом боевых действий в ближайшее время станут переговоры, но это не будут те переговоры, на которые рассчитывает, в частности, он имеет в виду генерал Милли, председатель комитета начальника штабов. Согласно идее Милли состоит в том, что это будут переговоры, на которых будет достигнуто всеобъемлющее соглашение, всеобъемлющее урегулирование, стороны разойдутся и будет прочный мир. По мнению профессора, более вероятно то, что в результате этих военных действий или продолжения этой войны на изнеможение будет то, что одна из сторон рухнет от изнеможения и результатом станет прекращение огня на время, что станет затем предпосылкой для нового конфликта. Поэтому нужно добиваться максимальной победы Украины над Российской Федерацией. И необходимо для этого поставлять максимальное количество оружия сейчас. И его фраза последняя, его заключение «Исход этой войны и урегулирования зависит от нас. Точка!» Он даже не говорит о Украине, о ВСУ, потому что там все ясно. Там все абсолютно ясно. Он ставит вопрос перед администрацией Соединенных Штатов. От вас все зависит, поэтому не надо ссылаться на кого-то и на всевозможные трудности. Его сотрудница, старший научный сотрудник Эмили Хардинг кстати обращает внимание на следующее, что Путин, вообще Кремль предпринимает лихорадочные усилия для того, чтобы подорвать единство Запада. И в этой связи она интересную мысль пишет. Помните, недавно было сожжение Корана в Швеции, после чего Турция и Швеция опять разгорелся, но с новой силой этот конфликт, в результате которого стало по времени совершенно неопределенным, когда же Швеция подключится к НАТО. Так вот, согласно ее информации, недавние протесты по сожжению Корана в Швеции были куплены и оплачены российскими спецслужбами, чтобы сделать невозможным для Турции поддержать заявку в Швеции на членство в НАТО. И ее заключение. Тут долгий анализ, как она к нему пришла, я вам приведу только ее последнюю мысль. Шансы Украины на победу будут определяться как самим оружием, так и символической ценностью обязательств по его отправке. То есть, что она имеет в виду? Что нужно, чтобы Украина была уверена, ВСУ, чтобы были уверены, что оружие будет идти до полной победы, скажем так. А чтобы в этой связи нужно прекратить вот это нытье и средства массовой информации, всевозможные утечки из Белого дома, о том, какие там возникают у кого сомнения у слабонервных товарищей по этому поводу. Она подчеркивает, что выступая в обращении к нации недавней в Конгрессе Байден пообещал, что Соединенные Штаты будут стоять с вами, то есть, с украинцами столько, сколько потребуется. Вот и все. Вот и все. Поэтому это то, что сказал Конгрессу, президент, вернее, украинскому американскому народу. И вот это и есть руководство действий, по сравнению с которым вот эти все нытье на страницах Вашингтон-Пост, это совершенно нерелевантно. Второй сотрудник Центра международных и стратегических исследований Бенджамин Дженсен. Он исследовал, провел исследование того, каким образом мьютинии, это восстание, да, восстание в вооруженных силах приводит к революционным событиям или к коллапсу на фронте. Ну, здесь броненосец Потемкин, затем восстание было моряков в Киле, это в ходе Первой мировой войны. И он приходит к выводу, что эффективность военной службы и сплоченность армии, она сильно связана с экономическим и социальным неравенством в обществе, той стране, которому принадлежат эти вооруженные силы. И чем больше расслоенность, чем больше неравенство между различными слоями общества, тем больше вероятность того, что какая-то искра появится рано или поздно вооруженных силах в одном из подразделений и в результате произойдет взрыв. Он считает, что Россия как раз находится перед такой опасностью, причем реальной, и предсказывает, что это может произойти буквально в ближайшее время. Почему Путин и боялся мобилизации, почему они тянут, обещают, обещают, там ходят разговоры о новой мобилизации, но Путин обещает что ее не случится. Короче говоря, видимо, в Кремле это все понимают, но с точки зрения американского аналитика это та угроза, которая реально стоит сейчас перед вооруженными силами России в связи с боевыми действиями. Ну и наконец, как подводя итоги всей этой дискуссии, профессор Коин сказал, что исход войны в Украине зависит прежде всего от нас. Ну и теперь, значит, суммируя все сказанное, господа, первое, лучше бы, конечно, этой статьи не было, потому что она дает совершенно ненужную информацию Кремлю, и самое главное, что она дает, что есть какие-то нытики и слабовольные люди в администрации, которые подвержены ненужным совершенно колебаниям, то есть администрация Байдена, Тони Блинкин, министр обороны Остин, они вот все эти месяцы напряженно создавали единство здесь, в Соединенных Штатах и в рамках НАТО для поддержки Украины. И вот одна эта статья, какой-то, не хочу называть нехорошими словами, кто все это слил, он фактически, ну, не нанес, конечно, смертельный удар, но дал какие-то надежды породил в Кремле, которых там еще неделю назад, я вам рассказывал, их там не было совершенно этих надежд, там было все типа шеф, все пропало. С другой стороны плюс, плюс в том, что теперь известен этот нытик, от кого это все исходит, и он сейчас находится под прицелом, на него обращают внимание, и я считаю, что его вредоносная деятельность таким образом в значительной степени будет сковано, если не полностью нейтрализовано. В целом, еще раз я вам скажу, то, что я вам говорил в предыдущем видео, мои оценки, они полностью сохраняются, мордор и те данные, которые поступают о подготовке или отсутствии подготовки Российской Федерации к мощному наступлению, пока нет никаких реальных разведданных, которые позволили бы судить о том, что там готовится какой-то страшный удар, в результате которого Россия может получить какую-то невероятную победу в течение ближайших месяцев. Осталось только вот опять то, о чем мы с вами неоднократно говорим, повторяем, нам только день прожить и ночь продержаться. Более 350 единиц бронетехники находятся на пути в Украину. И это только начало, это только начало. Поэтому, дорогие друзья, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, мужества, выдержки и веры в победу в СССР. До новых скорых встреч. Продолжение следует...